Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Доналя, и сегодня у нас очередное обновление Star Stable Online, и оно нам сулит целых шесть новых лошадей, поэтому давайте побыстрее, устраиваемся поудобнее, седлаем своих коней и поехали! И начнем мы, пожалуй, с того, что же в этом обновлении вообще пришло. А пришло шесть новых мастей и лошадей, и так как они расположены в абсолютно разных местах, мы будем кататься по этим местам и просто смотреть, где кто стоит. Я решила начать со своего родного ранчо, потому что именно здесь стоит первая лошадь, Quater Course. Quater Course стоит у нас вот такой вот здесь, за 950 СК, и, если честно, это, пожалуй, та лошадь, которую я теперь понимаю, что не хочу брать вообще, потому что я ненавижу вот эту вот тигриную масть. Не знаю, как ее еще назвать, я ее очень сильно не люблю, именно поэтому я не покупала мустанга в дундуле, она мне очень не нравится. Вот если бы убрать эти царапульки, то все было год, но вот с этими царапульками я не могу. Наверное, я не буду его покупать, хотя, может быть, время что-то изменит и покажет какой-то другой результат. Так, а тем временем мы направляемся к следующему пункту. Итак, вот мы и приехали ко второму пункту, моему самому желанному. Именно здесь стоит последний араб, которого не хватает в моей коллекции. Это, получается, будет восьмой. Тут шесть арабов стояло, плюс еще флопинта. Это будет восьмой араб, и после того, как я его куплю, я официально соберу всю коллекцию, коллекцию, все масти обновленных арабов. Я специально, кстати, села на свою христальную умницу, чтобы посмотреть разницу. Так, Мэри, извиняюсь, но хочу посмотреть лошадь. Посмотреть разницу между этими мастями. Так, Мэри, извините, пожалуйста. Ну, разница заметная. Может быть, даже и небольшая, но хотя нет, у него розовый носик. И, ооо, кажется, я знаю, это будет жеребец. А может быть и кобылка. Не знаю, но вот это вот, это то, ради чего я ждала этих шесть лошадей. 950 СК, всего-то это удовольствие. Но эти 950 СК будут стоить того. А тем временем давайте посмотрим следующую лошадь. Следующая точка нашего похода, осмотра лошадей, это конюшня Юрвика. Здесь находится одна сторона, я думала, две. В общем, сюда добавили фриза. А где? А где? На сайте написано, что он добавлен здесь, а я почему-то не увижу. А, вот, я просто не видела. Да, здесь у нас стоят две лошади. Беатриса, простите, но мне нужно посмотреть лошадок. Здесь у нас стоят фриз и кнап струппер. Очень необычных мастей. Кнап струппера я вообще не ожидала таким увидеть. Но, кстати, вживую он выглядит намного лучше, чем мы видели... Чем я видела его на артах, точнее, на скриншотах. Да, мне нравится, хорошая мастя, достойная. Фриз не привыкла к такой масте. И вообще я... Просто я, наверное, один из тех людей, которые свято верят, что фризы, это только те фризы, что вороные. Чисто вороные, без отметин всяких. Ну, собственно, как тот ворон, что у меня есть. Так что, две лошадки вы можете приобрести около, конечно, Юрвика. Кнап ступер за 750 СК, фриз за 950. И, таким образом, у нас остается последний пункт нашего списка. И последняя лошадь, которую нам добавили, это вот такой вот тинкер, который... Прообразом которого является... Конь Рунстоун. Это настоящий конь Номи. Если честно, я не особо слежу за новостями. И не помню, кто такая Номи. Так что, если вы знаете, надеюсь, вы скажете мне, к примеру, в комментариях, кто это такая. В общем, это риланский клоп. И стоит он 850 СК. Вот такая вот симпатичная масть. И, кстати, он очень симпатичный. Я бы сделала, наверное, на нем даже шишечки. А может быть и нет. Ну, в общем, он очень симпатичный. Почему я в другой одежде, спросите вы? А я скажу вам, что я забыла снять про еще одну лошадь, которую добавили нам в этом обновлении. В конюшне золотого листа стоит мечта многих наездников. Светло-серой марварии за 950 СК. Вот такая вот красивая лапушка. Красавица, красавица. У кого кто? Но я соглашусь с тем, что лошадь марварской бороды именно светло-серой масти просто шикарна. И, если честно, то почему-то именно марварии у меня эта борода ассоциируется именно изабелловой масти, а арабой светло-серой. Ну, наверное, потому что в детстве и по жизни я их видела именно такими. Так что еще одну лошадь марварии вы можете купить в конюшенке золотого листа. Так что по поводу лошадей на этом все. А смотрим, что же добавили нам еще. И последним добавлением в это обновление являются вот такие вот фоны для фотографий. Их тут несколько. Причем некоторые из них даже какие-то странные. Потому что вот эти два фона, один серебряный, один белый. Я не понимаю, зачем они здесь. Может быть, у меня что-то не догрузилось, но не знаю. Также есть вот такой вот фон, на фоне которого вы можете тоже сфотографироваться. Но сзади будет приятный сюрприз в виде... Ай, занятный. Застряло. В виде зеленого... Да что такое? Зеленого фона, который поможет вам, если вы хотите сделать фотографии, где вам нужен персонаж и ваша лошадь, но вам лень вырезать ее в фотошипе. Еще есть вот такой вот фон, но сзади уже будет черный цвет. Но я считаю... Вот кто так делает? Нельзя. Надо дальше расстояние, да, вот сделать. В общем, еще есть вот такой вот черный фон. Но я считаю, что черный фон вообще плохая идея. Лучше действительно делать фотографии на зеленом фоне. Также тут есть какое-то задание, пройдя которое мы что-то получим. Что это? Наушники. Эмоджен. Эмоджен. Господи, Гюрик, настоящий рад для любителей лошадей. Острова, богатая история. Насколько хорошо ты ее знаешь. Самостоятельный тур по Юрвику. Юрвинский совет по туризму празднует 10 лет приключений верхом. И в честь этого события мы предлагаем самостоятельные туры по Юрвику. Тебе достаточно взять наушники с аудиогидом и посещая разные места достопримечательностей. Ты узнаешь, почему Юрвик так популярен среди любителей конного спорта. Ты можешь отправиться на экскурсию пешком, но мы советуем поехать на лошади, ведь это же Юрвик. О, как. А мне интересно, а как это голоса? А, ну текст будет высвечиваться. Мы предлагаем ту рыбу, конечно, Морландо, Фотопинто, деревни Серебряной Поляны, Фергроуву, Бейлдолу, долине Динозавра, ого, и долине Золотых Холмов, и с сибирным урожайным областям. Приятные вихры, визны. То есть теперь у вас доступна такая вот ежедневочка, и вы выбираете по сети все места отмеченные на карте. О! Ну, ребят, я это снимать не буду. Это, пожалуй, каждый из вас, кто владеет старайдером, да или даже вот до Фортпинто и по Морландо, вы можете изучить все это сами. Так что на этом все. И я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! И до встречи в следующем видео. А на следующей неделе у нас последние деньки празднования дня рождения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин